Слово интенсификация подразумевает, что быстро растет КПД за счет чего-то. Наверное, в школе все сталкивались с таким понятием, как интенсификация сельского хозяйства в начале 20 века, в конце 19 века. Когда начали применять какие-то трактора, машины, удобрения и резко с одного и того же КБГ, урожайность резко повышается, словом говоря. Вот это значит явление интенсификации, если ассоциативное, то чтобы про него слушали. И теперь мы его попробуем перенести на образование. Что происходит в образовании? Явление в принципе сейчас больше наблюдается в дошкольном возрасте и в младших классах. Выглядит это так, что то, что раньше учили в первом классе, в Советском Союзе, начинает сдвигаться вниз. Например, раньше младшие школьники шли в школу 7 лет, теперь идут 6 лет. Раньше считалось, что школу в начальном классе должна учить писать, читать и так далее. Сейчас это требование для поступления в школу. Что вот они уже где-то до этого должны научиться читать, писать нет еще, но вот какие-то такие вещи. Значит, ну или там еще до 10 и так далее и тому подобное. То есть многие какие-то вещи, они начинают сдвигаться туда, в более ранний возраст. И первое, что возникает, ну хочется о чем поговорить, почему это, ну вообще, почему это случилось. Причины выделяют две основные и там часть таких косвенных. Значит, две основные. Первое касается изменений в рынке труда, как ни странно, и это аж до тяги. Когда у нас рынок труда и когда дошкольный возраст. Представляете, да? То есть разница. А вот оказывает влияние. Тем не менее, второе. Это одна из таких тоже самых главных причин. Это у нас изменился человек. У нас дошкольник стал другой. Это как бы две главные такие причины. Сейчас я их раскрою по очереди, а потом как бы разберемся. Значит, что значит изменение на рынке труда? Поскольку, значит, мы подошли к фазовому барьеру, у нас в связи с этим происходит в самом себе изменение на рынке труда. То есть появилась автоматизация, еще что-то на производстве. Часть, значит, народа уже на производстве не нужна. Понятно, да? Их куда-то, значит, надо девать. Появилась такая проблема, она формулируется как личные люди, которых по-разному надо куда-то утилизировать. По-разному разные страны решают эти проблемы. В том числе увеличение срока образования. Некоторые социологи считают, что это на самом деле такая утилизация. То есть непонятно, куда эту молодежь девать. Количество, ну, когда мяет безработицу, она обычно самая большая у молодежи. Хоть в европейских странах возьмите, хоть в штатах, хоть у нас и так далее. И вот что делать? Либо это значит молодежь пойдет, значит, бунтовать, либо можно так схитрить здорово, да? Пусть она там долго образовывается. Если мы посмотрим образовательный цикл, он увеличился до 30 лет. Нет, это тоже реакция на вот изменение рынка труда. Ну, непонятно, куда люди делали. Ничего стало меньше, конкуренция там возросла. Ну, это понятно. К тому же все теперь получают высшее образование. И если раньше было понятно, как ты выигрываешь, да? Ну, на рынке труда. Получаешь высшее образование там и выиграешь. То теперь как бы непонятно. Они все имеют высшее образование. И вот родители, которые желают своим детям хорошей судьбы, они это понимают, что теперь все стало как-то вот жестче устроиться. И поэтому надо ребенку с самого начала поставить его в более такое конкуренто-выигрышное положение. А для этого мы уже в детском садовском возрасте начнем в него все впихивать. Английский. Да, вот так вот буквально. Да? Значит, и вот такие мамы, они такие озабоченные этим. Они начинают, значит, на машинах ездить, возить детей то в такой кружок, то в такой интенсив, то на такие курсы. И некоторые дети, они вот просто, вот у них прям такое расписание. То есть еще детсадовский возраст такой, а уже у них такой бурный образовательный такой процесс идет. И в них это впихивают, 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 впихивают. Некоторые на это реагируют с таким сомнением. Говорят, раньше у детей было счастливое детство. Они как бы там ощущали такую беззаботность там, как-то. А теперь нет. Их сразу, значит, вот в эту такую мясорубку. Типа плохо. К чему приведет? Есть часть. Родители бунтуют. Они говорят, а мы не поведем своих детей в шесть лишь в школу. Поведем семь. Особенно это с девочками характерно. Потому что с мальчиками это завязано на всякой армии. Там может это сказаться не очень удачно. А с девочками они ничего не теряют. Ну, условно говоря. И поэтому так делают. Это ответная реакция на вот это давление, вот это интенсиво части родителей. Если это, значит, будем считать, что это более-менее понятно, как рынок труда повлиял на вот эту ситуацию с инфекцией. И вторая причина, это изменение, собственно, дошкольника. Вот. Это наблюдают фактически педагоги. Ну, педагоги, я очень много с ними общаюсь, поскольку занимаюсь со всем, значит, спектром школьным, детсадовским и вузовским. И вот они во весь голос говорят, в общем-то, на всех, в общем-то, считай, кроме вузов, пока и шелонов, туда не дошло, что школьник поменялся, дошкольник поменялся и так далее. Просто поменялся, он другой. Вот. Значит, я могу даже это сравнить на собственном опыте. У меня один сын 22 года и дочь 2 года. Вот разве 20 лет. Я могу сказать, что, действительно, скорость даже вот развития двухлетнего ребенка, она резко возросла по сравнению с двадцатилетней давностью. На это, скорее всего, влияют разные такие всякие мультимедиа вещи. То есть, если раньше не было никаких там видео и мультики можно было посмотреть только там, если пошел в кинотеатр или там по телевизору показывают, то сейчас достал компьютер, там видак поставил и так далее. Многие родители это делают, потому что даже из чувства несознательности и вообще вот достало ребенок, давайте мы его поставим, пусть мультики смотрят и замечательно. И дети очень рано начинают это все воспринимать, а раньше не воспринимают. Там же очень большой интенсив информации сразу идет. То есть, они сразу смотрят, как действуют герои, как они поступают, начинают за ними слова повторять. Многие говорить начинают раньше, ну вот существенно раньше. То есть, словарный запас идет как бы раньше. И появляется база для того, чтобы они вот это вот чтение, в которое книг собираются впихивать из-за рынка труда, действительно воспринимали раньше. А некоторые сознательные родители, которые в карьерный рост не играют, но для них важно развитие мышления. Они видят, что ребенок быстро развивается, и тоже мамы сидят и больше как бы развивают таких детей. И у них тоже развитие идет быстрее. И дальше получается очень интересное явление. Ну, во-первых, как к этому относиться? Я уже сказал, что есть негативные к этому отношения. Это то, что мы чего-то детей лишаем. Это так вот про счастливое детство. Это может быть так слишком ярко сказано. Но имеется в виду, что дети там меньше играют, что ли. То есть у них их социальное какое-то развитие из-за того, что пропускаются какие-то элементы и заменяются вот этим прессингом. Это скажется в дальнейшем на них. И в данном случае негативно относится часть народа к этой проблеме интенсификации. Другая часть родителей, которая сама занимается детьми, развивает их. Ну, такие вот. Многие там с работой у них гибкая ситуация. Они могут это как бы делать. И видят, что дети действительно развиваются быстрее. И это типа надо поддерживать таланты. Начинают вкладывать в это и относятся к этому хорошо. То есть мнения не такие полярные. Но в любом случае наша образовательная система встает перед вызовом. Объясню в чем дело. Представьте себя, ребенок приходит в первый класс. И он уже умеет многие дети читать, еще что-то такое делать. А другие дети нет. Тех, которых это не коснулось. Они все приходят в первый класс. И там начинается обычная программа. То есть их всех лучше читать. А те дети, которые уже умеют, им скучно. Они это уже умеют. Понимаете, да? То есть они не понимают, что они здесь делают. И у них уже в первые классы начинают отбиваться, как бы, тяга к учебе. Потому что они не очень понимают, чего они здесь делают. Ну, потому что, как бы, повторять то, что они, как бы, и так знают, быстро надоедает. Вот это, как бы, эйфория. Я куда-то пошел, оно быстро проходит. То есть это говорит о том, что, по крайней мере, надо резко пересматывать начальную школу. Что там давать, как там давать. В связи с тем, что и мышление больше может быть развито уже у этих детей. Не так, как раньше было. И чтобы не получать вот этот обратный эффект. Вот такие проблемы вылезают из этой интенсификации. И так далее. Добавляю вас! Продолжение следует...